Заседание штаба по комплексному развитию региона открыл губернатор Алексей Русских. Глава региона начал с новостей об областном бюджете 2023 года, который накануне приняли депутаты законодательного собрания. Эта работа, безусловно, будет продолжена параллельно с наращиванием собственной доходной базы. Все предпосылки для этого есть, эффективность зависит от нас самих. Подчеркну, что бюджет остается социально ориентированным. Все имеющиеся обязательства перед нашими жителями будут выполнены. Прежде всего, это стабильное начисление заработной платы работникам бюджетной сферы. В Виновской роще приступили к рекультивации накопленных отходов. Очищение парка проводится по нацпроекту «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги». Работа будет продолжена зимой и весной, а завершится в ноябре 2023 года. Проведены работы по демонтажу старых очистных сооружений. И завершается работа по проложению временной дороги. Для начала работ по вывозу нефтезагрязненного грунта с южной и северной части родников здесь будет вывезено порядка 13 тысяч тонн загрязненного грунта. Также в рамках работ по вывозу нефтезагрязненного грунта с пруда накопителя будет вывезено порядка 9 тысяч тонн грунта. В регионе реализуется нацпроект «Малый и средний бизнес» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Экономические условия 2022 года, вызванные санкциями и разрывом логистических цепочек, ударили по всем сферам экономики. Однако «Малый и средний бизнес» очень гибко отреагировал на новые вызовы. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в регионе растет, несмотря ни на что. По состоянию на 1 декабря у нас насчитывается 42 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. Численность занятых значительно возросла, это порядка 16% плюсом за год. И сейчас насчитывается 201 тысяча человек занятых в сфере малого и среднего бизнеса. В 2022 году на реализацию национального проекта «Культура» было выделено более 460 миллионов рублей. На начало декабря полностью достигнуто 4 показателя. До конца года осталось завершить капитальный ремонт в районном доме культуры Врадищево и ввести в эксплуатацию новый клуб в селе Старое Тимошкино Барышского района. Рисков в нацпроекте «Культура» на сегодняшний день мы не видим. Все мероприятия будут выполнены в срок. Что касается тематической недели, конечно, она, как всегда, наполнена культурной афишей, культурными событиями. И она для нас не случайна. Она проходит в рамках исторической декады, посвященной дню рождения Николая Михайловича Карамзина. 7-9 декабря в Ульяновской области пройдет 14-й международный бизнес-форум «Деловой климат в России». Это традиционная главная площадка по формированию основных направлений развития деловой среды в регионе. Главной темой станет трансформация делового климата в связи с новой экономической реальностью. Здесь мы с нашими коллегами и бизнесом, и органами власти, Торпеды, Индия, Турция, Иран, общественные объединения, а также компании из этих стран, с которыми мы будем выходить на формирование нового торгово-логистического канала «Средняя Волга», «Каспий», «Анзали» и «Бендер-Абас». Это иранский порт на Персидском заливе. В Ульяновской области зарегистрировано 8 новых случаев свиного гриппа. Все они выявлены у людей, которые не были привиты. Жителям региона рекомендовано вакцинироваться от гриппа и COVID-19. На аппаратном совещании также говорили о работе транспорта в новогодние праздники. С 22 декабря по 7 января с 3 до 5 рейсов в неделю увеличится число авиарейсов в Санкт-Петербург. В Северную столицу теперь полетят самолеты дважды в неделю. В эти же даты увеличится число полетов в Екатеринбург.